16 марта мы пошли в поход. Пошли с волей, с верой, с традициями. Здравствуй, город воли, город веры, город государственности России, город друженик, город гостеприимный друг техноспорта, Великий Ярославль! В честь 70-летия нашей великой победы, 16 марта, из города-героя Севастополя пошел автомарш. С нами были русские мотоциклисты, Александр Залдостанов с друзьями, с нами был Черноморский флот. 55 дней в пути, 25 тысяч километров, 101 населенный полк, города-герои, города-воинской славы, города, награжденные Орденом Отечественной войны первой степени. Впереди легендарный автомобиль ГАЗ-М20 Победа! 37 участников, в том числе из Донецкой и Луганской народной республики. Самая южная точка нашего марша – это Дербент. Военная грузинская дорога, Крымский перевал, Кавказский хребет. Самая северная точка – это Мурманск Полярный, Восточный Гороховец, Западный Брест. Мы были в ДНР на Саурмогиле. Нас сопровождала съемочная группа телекомпании «Звезда». Через два дня этих ребят не стало, они погибли как герои. Мы были в Луганской народной республике, у памятника комбата. Полтора километра от нас шел бой. Настоящий бой. Антанта, Вермахт или НАТО, заказчик один. Федеральная резервная система США, мы их знаем в лицо. У нас был спецпроект. Берлин. Наши деды дошли до Берлина. Так вот, масштабная копия Знамени Победы, пройдя 101 населенный пункт, в том числе Идрица и Прохоровка, была развернута 2 мая. День в день, час в час, три часа дня. Как наши предки, Берест, Егоров, Кантария, Кашкарбаев, ребята из штурмовых батальонов, мы развернули масштабную копию Знамени Победы. Эту всенародную плащаницу прямо перед Рейхстагом, ошеломив тех самых спецслужбой Бундесвера. Они не ожидали. Они могли справиться с нашим ветераном, последним человеком, оставшимся в живых, который штурмовал Рейхстаг 70 лет назад. Они отобрали знамена у наших русских мотоциклистов, но они не знали, что русские не сдаются. Мы развернули это знамя, а 9 мая впереди колонны бессмертного полка с нашим национальным лидером 15 миллионов человек прошли по всей России. И мы пошли впереди колонны с этим знаменем, с этой всенародной плащаницей по Красной площади. Это была победа дня сегодняшнего. Может быть верно пророчеству Ванга, что когда, когда встанут мертвые и живые, возрождение, духовное, державное возрождение России начнется. Россия – дивное создание, рожденное на стыке бед. В своем лукавом мироздании она сдержала свой сердцвет. В ее величии и слабость, в тревогах скрытая печать, и это позволяло многим ее лукаво подгорять. Но дух ее неистребимый, славянский дух и в том залог, что нрав ее неудержимый еще познает спящий Бог. Русь и обильна, и убога, то слаб, то смел ее герой. Порой она не верит в Бога, но Бог хранит ее порой. Ее умом не соизмерить, оршином общим не объять. В Россию можно только верить, и этой верой укреплять. Так вот, с верой мы и пошли в этот марш. С верой в нашу страну, в наши традиции, в подвиги наших славных героев, героев сегодняшних, героев вчерашних, героев будущих, потому что наша земля плодит таких героев. И такой герой сегодня есть. Это государственный муж, чьими словами мы и шли. Дмитрий Олегович Рогозин. Когда спускали на воду подводную лодку системы Борея Юрий Долгорукий, он сказал, трепещите, буржуи, кирдык вам. А когда он уезжал в штаб-квартира НАТО, он посадил два дерева тополиной порога и сказал, вот слева это тополь, а справа тополь М. Пока, ребята. И вот на эти слова русская земля написала марш. Марш это не скотечная музычка, которая тревольно влияет на умы людей. Марш это плечо товарища. Под марш стояли наши предки. Марш это музыка, которая скрепляет нас. Итак, трепещите, буржуи. Звукорежиссер включает марш. Потрепещите, буржуи, мы снова в краю, в дождь мюндах врачи взвитую. Пожалуйста, присоединяемся к разворачиванию плата. И покажем, где раки зимуют. Ура, я разговариваю! Во второй зерновой, в жизнь начальника будет. Развланили мы целостность нашу. Донтик ядерный предки дали нам строй. Ну, пошпем! И вот до горми, зараза. Думали, что споили, героини ли нас. И Россия вдруг им подчинилась. Но нашелся один русский воин. Сейчас мы идейно объединились. На трепещите, буржуи, мы снова в краю, за степью, за Россию святую. Мы польем за боя, за очистку свою. И покажем, где раки зимуют. Пусть чернистый, нелёкий, правды добра, Пусть лидер народов России. Мировые культуры, давайте же к нам! Постарится вновь добрая сила. Да предатели есть, мы ли будут всегда, нам не стоит нагадо провняться. Есть агенты во власти. Что ж, настала пора нам, ребята, за родину драться. На трепещине, буржуи, мы снова в краю, за Синью, за Россию святую. Мы польем за поля, за очистку свою. И покажем, где раки зимуют. Татар, белорус, украинец, болгар, все потомки великого рода. Лидер нации Путин, Господа Татар, встанем братья за нашу свободу. Чем польем за поля, мы по стукам своим, прошло время, силы и робки. С уверенем, мы восстановим, возродим наш союз народный. На трепещине, буржуи, мы снова в краю, за Синью, за Россию святую. Мы польем за поля, за очистку свою. И покажем, где раки зимуют. На трепещине, буржуи, мы снова в краю, за Синью, за Россию святую. Мы как волки пойдем, на перерез. Ну что, Ярославль, покажем, где раки зимуют. И покажем, где раки зимуют. Ура! Слава нашей великой победе! Ура! Ура! Слава великому городу Ярославлю! Ура! Ура! Слава нашим ветеранам! Ура! Ура! Слава ДОСАФ России! Ура! Ура! Друзья, у нас есть традиция, чтобы англосаксы знали наш русский дух. Мы на счет три выбрасываем правую руку вперед и кричим ура! Раз, два, три! Ура! Ура! Спасибо! Сейчас мы потихонечку сворачиваем знамя, так же, как мы его развернули, аккуратно, бережно, красное полотно с удивительными буквами русского алфавита. Все-таки так приятно видеть, когда свой народ любит свою страну, когда, несмотря на финансовые и экономические трудности, мы находим общие точки соприкосновения. Замечательное действие подарили нам владимирцы. Мы еще очень долго не забудем развертывание этого флага. А сейчас к нам готовится выйти Федерация армейского рукопашного боя Ярославской области.